парни здорово всем весна хорошее настроение мы продали все свои машины я тоже самый кашкай свой продал и мне интересно а не дешево я его загнал дело в том что мы сейчас находимся на авторынке сейчас 2020 год и мы хотим просто посмотреть какие машины продаются в бушном состоянии и сколько они стоят из комплектации из как это вообще все дело работает и больше не забывайте мало-мальски небольшие кризиса и получается что цены растут то есть на автомобиле в любом случае в данном допустим автосалоне здесь тоже также в принципе на некоторые автомобили которые особенно пригоняются из других городов ценник вырастает то есть если мы брать вообще все автосалоны то примерно цена выросла на сегодняшний день на 30-40 тысяч вне зависимости какая была комплектация какое состояние и так далее то есть просто на все автомобили 30-40 30-40 тысяч но именно в этом салоне пока что практически все автомобили остались еще в старой цене то есть если вам интересно допустим как вообще в мурманской области все это дело работает то сразу плюсуйте тридцаточку смело мы сейчас находимся на открытой площадке мы свое время как где-то уже ходили путешествовали практически весь автопарк поменялся мы сегодня посмотрим что здесь продается и так парни смотрите вот он просто здоровенный рынок до машин дофига и помните как обычно бывает что люди если допустим приходят за каким-то определенным автомобилем то есть эти автомобили есть по ссылке ты проходишь на сайте смотришь ознакомливаешься но ты допустим имеешь собой пускай 500 тысяч рублей ты приходишь сводишь какой-то определенный вариант он тебе понравился не понравился без разницы но тогда когда у тебя бабки на кармане кстати бабки на кармане реально от кашка еще остались на него не выложил никуда их мешает теперь так вот ты начинаешь просто как бы ну прицениваться к другим автомобилям то есть когда когда это все дело в наличии тогда когда много машин ты уже собственно говоря не только по объявлению да уже именно щупаешь вот мать мечта просто мечта многих людей именно пасса cc в этом кузове то есть он реально выглядит очень круто даже на сегодняшний день не смотрите внешнее состояние цена собственно говоря все уже говорит сама за себя то есть данном случае это 20 200 к был 350 лошадиных сил ну и как вы сами видите что такое тогда когда действительно ну это понимаю что просто уже большой пробег то есть от этого никуда не уйти то есть появится ржавчина здесь 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 в принципе нормальное стекло немножко приоткрыто опять же ты понимаешь ты стоишь безрамочные двери привод видимо уже не хочет работать а так но царь 350 тысяч рублей что можно купить вообще за 3500 рублей фокус да там какой-то поездные chevrolet crux так далее это настоящий немец но я так понимаю что за эти бабки вы реально будете просто вот так потом после покупки не только рассчитываться при покупке но еще и после покупки на запчасти и так далее понятное дело есть такие вещи как логан да есть корова просто легенда есть вот тот же самый фокус вот что людям интересно тогда когда они приходят но их не покупают на них смотрят все в городе мимо проезжающей машине но опять же их не покупает есть понятное дело фаната в данном случае 535 тысяч рублей 2 и 5 самый распространенный мотор 218 ну вот он вот пожалуйста 179 тысяч пробег 2008 год а так машина внешне конечно же выглядит на самом деле нормально ну серьезно то есть она более менее еще так то не заезжена то есть но это пацаны е60 кузов это реальная легенда хотите вы это или не хотите кстати кстати мы наверно тоже когда-нибудь присмотримся к этому кузову если вы найдем нам конечно интересует 10 кстати есть 10 3 литра есть 35 35 ни одного объявления по россии нету но они существуют дизеля 3 литровый дизель ну как бы много получается кого я вижу посмотри сюда вот она еще одна легенда toyota camry 490 тысяч рублей ну получается сороковка 35 35 2008 о пробег какой слушай неплохо но кстати я могу сказать что это понятно не просто могу сказать что здесь возможно реально настоящий пробег дело в том что бывают такие автомобили тоже также пускай будет еще дороже будет в два раза дороже таким же пробегом представляете а так черный цвет новый пробег соответственно сам себя говорит все-таки уже немножко потертые фары там уже небольшой тюнинг покрашена решетка черные диски тоже покрашены но состояние и соответственно цена это на самом деле реально адекватная причем вот это вот самая дешевая камри в мурманской области ну пускай даже если брать 35 и кстати не так много на самом деле в области 24 гораздо больше а именно в этом кузове 35 это самое дешевое и иногда иногда вот у меня есть тоже жилка так вот подтряхивает и хочется реально замахнуться и купите ну такую небольшую все-таки легенду тем более что после кашкай это реально ракета вы сами прекрасно понимаете ну четыре точнее 13 дальше у нас пошел тойота солярис посмотрите какая красавица стоит мы только что эту машину наблюдали в самом худшем состоянии которая стояла там пацанов в сервисе это понятное дело совсем другой корицы калинкор это истец стс как правильно то сити сити с глядова то сити с вот 36 311 к был полный привод автомат 745 тысяч рябчиков будь добр отдай за такой интересный цвет цветкает к ккн также покрашена у нас вот это кстати очень интересный вариант если допустим да опять же ты хочешь как-то выделиться в городе тем более в таком сети но она стоит здесь ее никто не покупает то есть идеально солярис вон тот дороже стоит чем этот автомобиль хотя это реально получается пацаны просто пушка на сегодняшний день все таки вот именно 8 7 9 год это все таки уже те автомобили даже в хорошем состоянии все равно люди боятся покупать и это самый прекрасно понимаю вот смотри сбоку да кто-то сейчас скажет great wall safe и так далее пацаны это реально инфинити поставить и один из первых фиников но это получается внедорожник qx4 написано но шильдик отъехал правда куда-то а так черный цвет вот такой экземпляр можно тоже также приобрести но это не легенда логан 250 sandero stv 325 черри тига 130 185 citroen xara пикассо кстати я не знаю ну на сегодняшний день наверное может конечно там объемный бы этот как у вас салон там ручки как на ренджах на сиденье но все-таки это реально годы берут свое и на сегодняшний день 1.6 но такой автомобиль покупать можно но это надо быть реально каким-то фанатом россии трое на нудное что-то мнение а так вот горячий пирожок nissan 430 а у мера о бмв бмв всегда надо пацаны уделять внимание даже если это машина не ваша короче x1 645 тысяч рублей 2 литра самый популярный но к сожалению почему-то задний привод вера так оно и есть а как это получается на спасли дорестайлинг и у нас еще старый вот этот салон то есть ручка кпп старенькая но на сегодняшний все равно эта машинка все еще смотрится так вот она x1 кстати вот обратите внимание боевых не дал логотип понятно там x вот эти фары вот просто запомните эти очертания причем на x1 да это нормально смотрится сейчас мы подойдем как встретим и вы сами увидите разницу то есть просто контраст ауди но это получается а6 24 тоже кстати очень и очень их много на рынке их промо реальная дофига с данной ежды начинается примерно от 300 тысяч рублей зависимости от состояния так здесь цена 465 177 к был передний привод если брать техничку то в принципе на раскромная комплектация у нас получается даже не кожа а велюр на ауди то есть равно это ну как бы не совсем богатая комплектация но для многих допустим минимальная комплектация даже плюс потому что ну как будто меньше блоков управления будут меньше проводки и так далее так chevrolet cruz 330 тысяч рублей вот мы вот писать вот я да сейчас хожу не обращаю внимание да вот такие машины которые попроще но на самом деле они в основном ездят по нашим городам и стоят в наших дворах то есть таких машин ну там как x1 на рынке гораздо меньше то все равно покупает совсем другие машинки а вот он вот кстати вот эти фары они получаются у нас рестайлинговые в дорестали x3 там такие беленькие да вот как можно было сделать такой дизайн на сегодняшний день что рестайлинг что дорестайлинг чистого из этих фар вот бэху вот эту x3 ее не полюбили это та же самая бмв это тот самый бренд это классная машина но именно дизайн именно бмв водов он просто отпугнул два спереди посмотрим о порог кожа все дела 560 тысяч полный бензин 30 кстати именно вот этот 30 272 лошадиные силы самый нормальный для этого автомобиля такой мотор сам по себе по объему то есть и немало лошадей и более-менее надежно и так далее ну чё ну вот она внешность причем вишневый цвет вам да какой-то там черный да вот именно фары видишь пацаны даже вот такие реснички делают для того что машин как это более преображалась но реально дизайном конечно не угадали причем в зависимости от дореста рестала тогда туманку то здесь находится то здесь потом туда перетащили люди которые допустим нечаянно бампер разбили поставили от рестайлинга морду и ты уже не понимаешь какой перед тобой автомобиль едет хотя в принципе они ну вот в ходу они ездят но дизайн почему-то многих отпугнул их не покупает лучше буду ездить на е60 по затверке на легенде да с таким же баска мотором но это будет интереснее и красивее автомобиль так 160 169 миллион 690 это у нас discovery кстати настолько был на обзоре дизель полный автомат какой год 2015 год смотри полтора ляма практически со скидочкой то коль ты блядь на лексус за это заикаешься вот смотри какой дизайн реально тоже кстати угадали на многие времена этот дизайн еще будет нормально заходить но обнимать 6 посмотрим тоже интересно 50 что какой-то мотор 4 4 бензин знаешь как они шильдики кипают молодцы какие причем вот реально в до сей день под новые бэхи еще еще хуже начали ну народ дурить в плане в том плане что ты видишь 5 там 0 3 и 5 на самом деле там реально если жить больше чем 3 литра не на один кроссовер не ставит то есть они все надутые но и что есть x6 все время был обзор на машин это очень понравилось даже не сижу все равно она реально офигенно выглядит пацаны бмв 6 это наверное лет через пять будет такой же доступный вариант как на бмв е60 то есть видите сами да цену то есть она уменьшается уменьшается с каждым годом 4 4 вот этот n62 да получается да дизеля они в ходу всегда дизеля не эти кстати допустим даже если брать на проект вот такой кузов можно найти x6 x5 е70 без разницы даже x5 е70 продается тоже там ну реально там не космические суммы если одинаковое состояние автомобиля x5 x5 одинаковая комплектация ну там допустим стоит там 48 а здесь 3 литра дизель и соответственно цена у них чуть ли не в два раза отличается то есть дизель всегда гораздо дороже е60 без разницы какой автомобиль причем это всех абсолютно всех брендов к начну касается наверно может быть кроме может быть audi может mercedes как-то не так особенно которые старые вот эти вот 90-х годов то есть там без разницы какой дизель или бензин там цена одинаковая там состояние ну чё так тоурек а дорогуши иди сюда полностью была такая тачка в дорестайлинге это у нас рестайлинг 2007 год 3 литра дизель кстати очень популярный и на самом деле хорошо едущий мотор но это понимаю что год 2007 поэтому если не тот самый современный который там как говорят коса там аббревиатура и так далее но все равно а дизель он горится ценится и кстати посмотрите интересный факт посмотрите сюда визе да это получается просто как ну как на уазиках я знаю запаска реально запаска целиковая как-то обычно в дорогах докатка находится и вот эта вещь чтобы понимали в сборе стоит на бушном рынке 70 тысяч рублей представляете кто за ними гоняется кто кому-то надо то есть реально устанавливает тут стоит электропривод даже вроде как все дела но по крайней мере по дизайну увидите сами отличается от самого кузова на мой взгляд на самом деле это не очень интересно может быть практично может быть урок чисто для бездорожья но опять же лично я дорог на бездорожье использовал использовал нет вообще то есть он слишком тяжелый для каких-то таких маневров а так хорошая комплектация прямо все дела пневмо блокировки блять тут есть этот самый спорт режим подвески все дела мультируй да просто все время хозяин так ягод люблю велюр поэтому он заказал эта комплектация а так 600 на 700 тысяч представляешь седьмой год о как бы это пробустили так эта пятерка 930 тысяч рублей 12 год хочу по салону а тут уже поинтереснее слышит эти не x1 x3 но комплектация тоже но не атаманок не пакета не м-руля то есть где кстати интересно очень но все равно бэха есть бэха пятерка 2 литра блин маловато мне кажется да пускай это маленькая турбинка такая будешь жажать на 2 литра для такого автомобиля такой внешности это все равно как бы ну практически миллион 930 тысяч стоит болен саньон как тион 495 670 honda сервер кстати honda сервер очень большие шевелить за последние два года чуть и не полтора раза subaru forester почему на хонду очень дорогие запчасти поэтому думаешь о да ладно миллион девятьсот 2009 год 4 5 дизель но я не знаю я не знаю коль блин я просто знаешь я что переживаю то что у них пробеги очень большие за можно ли это показывать подойди посмотри то есть если вы покупаете такой автомобиль то готовьте что вот это вас будет ждать то есть но это не сквозные дыры понятное дело но вот да там место где лакера сама рама но это вот их слабое место то есть нет это не уйти и вы что не знаю когда они новые были у них реально был потенциал они типа надежные люди сразу садились и топили может кто-то на бездорожье даже ездили не знаю тут как таковых объездов как-то новым нету но вы сами видите все равно машинки они все равно жравеют то есть там и номера вот эти все и так далее а так внешне в принципе кстати нормальный автомобиль если его не ну прям так знаешь там под нищие заглядывать ну крузак есть крузак что ты хотел это японец там поворотников одно касание нет понимаешь 10 лет еще не будет на этом кузове но имеются до сегодняшнего дня так ну chrome бесключевой доступ бесключевой доступ для задних пассажиров не знает чего он сделан ну сколько в этом кузове еще будет цениться скажи мне но они не дешевеют вообще не дешевеют просто не дешевеет ну сколько 20 лет еще 15 10 о торек миллион двести пятьдесят три литра дизель да ладно кстати вот это хороший вариантик это прям горячий пирожочек пацаны тоже на племенная рада черные диски уже тюнинг все дела люка панорамы нету но зато есть рейлинги в комплектации кстати многим эти рейлинги не нравится потом пишут чтобы это выбирайте типа не внешность меняется вот такие пороги есть но только кисть-то урок пацаны это немец то есть если покупать на сей день на бусты в рынке прямо не то что мало литературу почитать берите с собой просто друзей которые реально имеет такую автомобиль который ездили на нем 10 лет и они вам скажут что есть какие-то косяки хотя вы какие-то слабые места и так далее так это реально но немец от этого нужно отталкиваться вот такие дела патрул миллион 195 2009 год тоже дизель 3 литра кстати может быть даже с какой-то ракурса патрул даже красивее чем крузак вот впереди допустим поострее линии что ли какие-то но это мое мнение сзади он выглядит не очень тем более с нашими тонированными стопаками ухты нифига себе карбона сколько напихали сюда совершенно интересно первое такое вижу все-таки вставки на руле ну-ка это как-то жигуляк смотри не закрыт ну хотя бы уже кожа ну тоже здоровенный чемодан который не едет не рулится но в принципе машины для этого и не создавались они чисто вот по бездорожью все бездорожья рыбалка но на сегодняшний день но в tubaro forster 650 2 литра 150 к был атмосферник оппозитные все дела но многие люди на самом деле даже даже их и покупает их много кстати в городе очень ездить вот он бегемот кстати наверное одна из самых таких машин которые очень и очень сложно продается на сегодняшний день чисто из-за того что опять же возможно кризис там дорогая резина большая запчасти все дела но тут также и понятное дело расход топлива то есть от этого никуда не уйти toyota sequoia 845000 в 8 офигеть просто поиска жрет вот реально настоящий американец вот он американец царешь американская toyota sequoia редкость реально на наших дорогах но не едет все равно у них есть запас конечно проще сенадежности интересный автомобиль но он очень и очень на любители кстати вот этот автомобиль тоже на любители особенно вот этим с косом фар тагас партнер 320 тысяч рублей в общем получается что вы сейчас просто пошли по кругу представьте вы были бы на моем месте вы видели бы то же самое то есть автомобиль в наличии который можно пощупать открыть двери прокатиться посмотреть машины все чистые без снега у нас уже собственно весна ну вот предлагаю сделать заключение сегодняшнего дня вот на toyota camry черного цвета v6 две трубы два слова по это делаю передний привод реально для многих машина мечта то есть я сейчас обошел в сайте но насколько мы с вами все разные да в том плане какие нам нужны автомобили под наши допустим какие-то нужны то есть кто-то не увидел бэха вот так вот вплотную и просто перелистал а кто-то наоборот задержался поставил на стоп его заинтересовал допустим какой-то skoda octavia или соляриз допустим ну представляете да кто-то наоборот то есть у всех абсолютно разные предпочтения разные мысли разные приоритеты в этой жизни и соответственно мы уже по этому делу всему и равняемся и только лишь поэтому этот рынок но практически нету повторяющих автомобилей то есть их мало также и по нашим городам едет абсолютно все разные автомобили понимаете здесь да побольше есть поменьше все равно они все разные поэтому получается что каждый выбирает сам для себя пытайтесь думаете перед выбором смотрите смотрите лучше смотрите тщательнее чтобы не влипнуть большущую историю нам не привыкать я этого не боюсь я бы только ролл я бы это камни забрал бы я значит не произошло бы но я этого не побоялся вы понимаете опять же если ты ремонтируешь сам если сервисе блять конечно же пацаны самый лучший вариант самый лучший горячий пирожок это вот тринажка по крайней мере она вас бешенов не оставит вот такие дела на сегодняшний день также мы посмотрим автомобили с другого авторынка это видео будет чуть попозже там сказали еще лучше вариантики вы сами увидите поэтому скоро встретимся опять же тоже также в мурманске но в другом автосалоне посмотрим что там всем спасибо за просмотр всем пока а